Утро Карачаева Черкесия приветствует вас. В Черкесии почтили память основателя ЛДПР и яркого политика Владимира Жириновского. К памятному мероприятию подготовили документальный фильм об основателе ЛДПР. Представили фотографии, архивные кадры визита политиков Карачаева Черкесию. Акция в память о Жириновском – это еще одна возможность для однопартийцев собраться вместе, поделиться воспоминаниями о нем. В конце мероприятия провели небольшой фуршет. Сегодня очень важно, чтобы молодое поколение помнило его добрые дела и мудрость, отметил заместитель регионального отделения ЛДПР Павел Михайлов. Апрель – это месяц, когда мы с особой теплотой вспоминаем нашего наставника, духовного лидера и основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского, поскольку он родился и ушел от нас в этот месяц, в апреле. Действительно был очень гениальный, очень дальновидный и прозорливый политик, который хорошо разбирался именно в международных процессах. На площадке Карачаева Черкесского медицинского колледжа прошло мероприятие в рамках всероссийской акции «10 тысяч шагов жизни», посвященная Всемирному дню здоровья. Акция прошла под лозунгом «Мое здоровье – мое право». Такой девиз был выбран не случайно, ведь каждый человек на земле имеет право на качественное здравоохранение, уровень жизни, воду и питье. Врачебное сообщество сходится во мнении, что для взрослого человека без хронических заболеваний 10 тысяч шагов в день – это та мера активности, которая позволит сохранить здоровье. И о событиях сегодняшнего дня. В Черкесске стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». В состязаниях примут участие люди с инвалидностью и ОВЗ, в том числе 23 школьника от 14 лет и 66 студентов. Ставшие традиционными праздничные разговения, организованные главой республики проходят во всех городах и районах Карачаева Черкесии. Туда приглашены все постящиеся. Сегодня вечером в 19 часов, в канун праздника Ураза-Байрам, черкесский состоится республиканский ифтар. Приглашаются все желающие. И заглянем в календарь. Сегодня день бережного хранения антиквариата. Он посвящен всем тем, кто покупает, продает, ремонтирует, оценивает и собирает антикварные предметы. Этот день отмечают в антикварных магазинах, музеях и в любом магазине, который занимается исключительно антиквариатом. Наверное, каждый может найти у себя что-то антикварное. Даже если и нет антикварное, то винтажное вдруг пригодится. Далее смотрите прогноз погоды и в 9.00 вести на черкесском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»